Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Мишина. Хочу рассказать, как делать композицию из двух розовых гербер и одной красной. Эта композиция украшена витыми ветками, декоративными перьями и проволочками с бусинами. Как сделать эти витые ветки, я рассказывала в видео, как сделать композицию с антуриум. Я дам ссылку. И там же я рассказывала, как сделать перья из гофрированной бумаги, у кого нету натуральных перьев. Сейчас я вам покажу эту композицию по кругу, чтобы вы рассмотрели. Друзья, если вам нравится со мной творить, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я считаю, что это замечательная композиция, очень хороший подарок женщине. И на 8 марта, и на день рождения. Вот я хочу показать поближе бусинки, герберы, витые ветки и перья. Делать легко, мы просто закручиваем нарезанную полосочку бумаги. Вот я сделала уже такую розовенькую герберу, очень красивую. А сейчас покажу на красном примере. Красную герберу. Бумагу мы берем примерно 140 или 180 грамм на метр квадратный. Она такая плотненькая. Первая полосочка у нас 5 на 35-40. Чем дольше бумага, тем короче полосочка, иначе получается толсто. Складываем ее в два раза. Тогда нарезать будет просто. И до половинки. Вот это вот. Два с половиной сантиметра. Нарезаем часто-часто по всей длине полосочки. Часто-часто. Теперь другую полосочку берем. Она тоже 5 на 50 или 60. Бывает бумага 33 грамм на метр квадратный. Это обычно бумага для детского творчества. Тогда 60. Если такая плотная, то 50. Потому что когда мы ее свернем, очень толстый будет кончик. Складываем ее опять в два раза. И вдоль одной из сторон, через каждые 0,5 сантиметров, на глубину 3,5 сантиметра. Делаем надрезы. Вот это вот расстояние 3,5 сантиметра. А вот это вот расстояние, вот это, полсантиметра. Сантиметра. Играет музыка. Каждый лепесточек закругляем. Как удобно закруглять? Сначала вдоль всей полосочки пройдемся по одному уголку и так до самого конца. Потом перевернем и вдоль всей полосочки срежем, пройдемся по второму уголочку. И так делаем вдоль всей полосочки. Полоску 10 на 70 или на 80, у кого тонкая бумага. Надрезаем на расстоянии 6 сантиметров через каждый 1 сантиметр. Опять складываем в два раза, так очень убыстряется работа. И вот надрезаем. И так до самого конца. И так же закругляем, обрезаем с одной стороны все кончики, уголочки вернее. А потом так же все с другой стороны. Так побыстрее работа двигается. Скручиваем нашу коричневую полосочку туго. Время от времени я ее подмазываю клеем-карандашом. Туго. Можно даже подтянуть бумагу. Это будет серединка цветка. На коричневую серединку капельку отступив от края. Сейчас я смажу начало. Капельку отступив от края, накручиваем в следующую полосочку красной бумаги. Капельку отступив, можно немножко подтягивать, так поплотнее ляжет. Вот эти лепесточки будут чуть-чуть выступать за коричневую. Вот продолжаем накручивать. Можно подмазать время от времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Вот серединка красной герберы. Большую полосочку сложить в 4 раза. Ну, можно в 2, я в 4 складываю. И в свободном виде, в свободном порядке, снизу сделать вот такие надрезики. Ну, скажем так, довольно часто. Вырезать вот так уголочки. Можно сложить в 2 раза полосочку, тогда, может быть, вырезать будет легче. Теперь подмажем немножечко начало нашей серединки. Даже не начало, а всю серединку я подмазываю. И начинаем обматывать. Можно слегка подтягивать, слегка подтягивать. Вот эти надрезы нужны были, чтобы хорошо... Чтобы хорошо легли вот эти лепесточки. Я постоянно подмазываю. Вот начинает получаться гербера. Друзья, когда будете накручивать вот эти лепесточки, посмотрите, что одна сторона у бумаги яркая, а другая не очень яркая. То есть, накручивайте яркой стороной вовнутрь, чтобы потом, когда вы отогнете лепесточки, яркая сторона была снаружи. Вот это место мы стянем проволочкой. И отогнем потом все наши лепесточки. Каждый лепесточек потихоньку, друг за другом. Вот у меня получились три герберы. Две розовые, одна красная. Хотела сказать, что основание у них довольно-таки толстенькое. Поэтому мы стебелек тут, наверное, будем, если делать, то очень короткий. Я обмотала, решила обмотать ниточкой основание. Вот, и будем делать композицию в невысокой, наверное, вазочке. Посмотрим, как получится. С какими-то красивыми веточками. Рафи, с бусинами, с искусственными витыми веточками. Я свернула проволочку в два раза. И вот, вставляю ее, а потом залью клеем-пистолетом. Вставляю ее внутрь. С этой стороны поддерживайте, чтоб не вылезла серединка. И залить клеем-пистолетом. Вот, я такую уже сделала. После этого берем зеленую гофробумагу. Обматываем. Вот так. И постепенно так обматываем. В принципе, нам стебельки не нужны, но надо, чтобы они были красивые. И вот так обматываем и заклеиваем. Так, сейчас я цвет получше сделаю. Вот, обматываем и заклеиваем. Вот, получается, примерно такой цветочек. Вот я хочу показать поближе. Бусинки, герберы, витые ветки и перья. Делать легко. Мы просто закручиваем нарезанную полосочку бумаги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова